Здравствуйте, дорогие друзья! К нам поступил на ремонт Epson XP215. С неисправностью не определяются картриджи. Сейчас я вам это продемонстрирую. Обратите внимание, здесь установлена система непрерывной подачи чернил с демпферными капсулами. Нажимаем вот эту вот кнопку, где горит у нас светодиод рядышком с капелькой, что говорит о том, что какой-то из картриджей либо все закончились. Опять нажимаем эту капельку. Обратите внимание, каретка передвинулась. Показалось следующий свет, который закончился. Следующий свет, который закончился. То есть все четыре цвета у нас закончились. Далее каретка переехала в положение для замены картриджей. Вместо этого, так как у нас стоит система непрерывной подачи чернил, а не оригинальной картриджей, вот кнопочка специальная, которую мы нажимаем, удерживаем где-то секунд 10, отпускаем и опять нажимаем эту кнопочку рядышком с капелькой. Таким образом мы должны уровень чернил сброситься и принтер подумать, что в него установили новые картриджи. Потому что принтеру никаким способом не объяснить, не перепрограммировать его на то, что к нему подключена система непрерывной подачи чернил. Он так и продолжает думать, что в него установлены оригинальные картриджи. Все. То есть проблема устранена. Осталось подключить принтер к компьютеру и проверить, как он печатает. Потому что, ну либо цветную копию. Давайте цветную копию сделаем. Сейчас, секундочку. Значит, спрос уровня произошел. Капелька гореть перестала. Берем цветную картинку. Ложим ее и пробуем копировать. И посмотрим, как он будет печатать. Проблема неопределения чернил могла быть еще в... На этой системе установлена батарейка. Обычная 20-32 батарейка, как для биоса материнской платы. Например, такая. То есть, может быть, бывает такое, что она разряжается. Меняем батарейку и все начинает работать. Пока принтер у нас делает копию, расскажу вам, как продлить срок службы данного аппарата, чтобы он как можно дольше радовал вас бесперебойной работой. Когда вы вставляете бумагу в принтер, вот тут вот этим вот фиксатором сереньким, прижимаете бумагу, чтобы бумага захватывалась в принтер ровненько. Так как тут стоит система непрерывной подачи чернил, емкости должны стоять на одном уровне с принтером. Регулярно заливайте чернила в емкости. Ну вот, уже... Я бы уже начинал заливать, потому что, если сюда попадет воздух из емкостей, это чревато за воздушиванием печатающей головки и дополнительной возней, никому не нужной. Так заливать чернила. Маленькое отверстие закрыли, большое открыли, залили чернила, ну где-то полсантиметра-сантиметр от края верхнего. Закрыли большое отверстие, открыли маленькое. Вот это вот рабочее состояние системы. Маленькие пробочки никогда не закрываем. Ни зимой, ни летом чернила через эти отверстия не испаряются. Это рабочее состояние системы. Регулярная печать. Раз в два-три дня что-нибудь распечатываем. В данном аппарате нет экрана, поэтому с самого аппарата мы этого сделать не можем. Ну, положите какую-то цветную фотографию, листочек на сканер, делайте цветную копию раз в два-три дня. Этого будет достаточно, чтобы принтер не засыхал. Если при печати вы увидели пропуски, неточности, делайте прочистку печатающей головки. Это делается через меню на компьютере. До этих прочисток можно делать, так как установлена система хоть и 10, хоть и сколько угодно. Надо единственное учитывать, когда вы делаете прочистки, проверяйте уровень чернил. Чернила обязательно должны в емкостях. Они будут, ну, так уходить ощутимо. Поэтому проверяйте уровень чернил. Чернила в емкостях должны быть, чтобы было чем промывать печатающую головку и не затягивало внутрь печатающей головки воздух. Очень он, конечно, долго готовится к печати. Ну, а мы дальше продолжаем. Значит, при кривой печати, вот тут вот есть лента энкодера, которую мы аккуратно протираем. Особенно видно на таблицах, они прям со сдвигами идут. Если нет захвата бумаги, ищем посторонние предметы внутри принтера. Вот, кстати, у нас человек нес на боку этот принтер и говорит, я зафиксировал, все перекрыл. В общем, а он валик, вам не видно, но я вижу, сейчас бумага будет грязная. Валик залит чернилами. Если нет захвата бумаги, ищем посторонние предметы в механизме захвата бумаги. Если посторонний, вот тут вот он находится. Если посторонних предметов нет, смотрим ролик захвата и сам механизм захвата. Если ошибка карты же, я вам показал, как ее устранять с помощью кнопочки. Если ошибка движения каретки, ищем внутри посторонние предметы. Вот видите, то, что я говорил, грязный, грязный ролик. Вот, печатает, чего-то, чего-то печатает. Ну, это еще пару листочков пройдет, и у нас все будет хорошо. Прочистится этот ролик об бумагу. Если выдает ошибку, ошибку впитывающей прокладки, или ошибку обратитесь в сервис, значит, нужно делать сброс памперса. На этот аппарат, я не знаю, есть ли, никогда еще не делали на него сброс. В общем доступе утилита специальная. Ну, поищите на просторах интернета, я думаю, найдете. В принципе, все, что я хотел сказать о данном аппарате. Аппараты Epson лично мне нравятся. Данный аппарат, ну так, с виду аккуратненький. Такие уже попадались неоднократно. Вот, мне, мне они симпатичны. Поэтому, надеюсь, и у вас не будет с ним проблем. Всем успехов!